Если говорить, например, опять же той же самой цитатой из Корана, говорит Господь миров, тебя, обращаясь к праву к Мухаммаду, не спасла ли для миров в качестве божественной милости. То есть на сегодняшний день всего лишь одна тысячная, может быть, десятитысячная из числа мусульман оказалась в системе, так называемого, международного терроризма. Это может быть одна десятитысячная процента. Но эту тему, исламский терроризм, эти ребята, сколько им было? 18-20 лет? Они, кстати, родились во Франции или нет? Французы они. Они французы. И родились во Франции. То есть здесь очень важный нюанс, который никто не учитывает. Постоянно обобщают. Мусульмане, мусульмане, мусульмане. Это очень маленький процент. Во-вторых, в большинстве случаев пополняют ряды террористических различного рода группировок, которые, опять же, очень хорошо финансируются, в первую очередь, все-таки Западом в своих интересах экономических, политических. Пополняют молодые. Их ни в мечетях, ни в семьях никогда этому не учили. Посмотрите, 14 с лишним веков ислама. Такое понятие, как терроризм, оно начало появляться только после Афганистана, между Америкой и Советским Союзом, когда все это происходило. В исламе такого не было. С точки зрения, то есть, самое большое оскорбление для мусульман, есть то, что вот эту всю грязь. Может быть, даже, да, мусульмане полтора миллиарда почти отвечают как бы за этот 0,0, там, десятитысячную процента из их числа, но в большинстве своем это люди, которых воспиталось сегодняшнее телевидение, французское в том числе, где постоянно говорилось исламский терроризм. У них уже с учетом нейронных путей в голове, что это именно исламский, что это часть нашей религии. Но, и я вам говорю, мне самому 41 год. И я сам по национальности татарин. 27 лет я религиозно практикующий. Общался на разных языках самыми разными культурами. В исламе такого понятия, как терроризм, в Коране четко и ясно сказано, что кто убьет, кто убьет одного человека, неважно какой он национальности, просто убьет его, то подобно по греху пред Богом, подобно как убил целое человечество. Никто во Франции эту цитату не проговаривал по телевидению. Если говорили, то только исламский терроризм. А вот такого рода вещи тоже сам пророк Мухаммад говорил. Верующий человек это тот, рядом с которым люди, вне зависимости от национальности вероисповедания, люди чувствуют себя в безопасности. Всегда раньше мусульмане излучали с собой безопасность. На сегодняшний день мы поедаем результаты, пожинаем результаты плоды именно и европейского свободного слова и так далее, когда всех мусульман обливали грязью и говорили, исламский терроризм. Вроде как Россия, слава Богу, последней, Европы нет еще, отстает. Россия начала разделять последние три года. Вот это преступление, а вот это религия. С точки зрения, опять же, подчеркну последней, религии, тот же самый аят в Куране. Больше чем уверен, что во Франции ни разу нигде это не цитировали, чтобы воспитывать своих мусульманских французов. В Куране четко сказано, друг другу помогаете в бир, бир – это любое благо, благостное деяние. Помогаете друг другу в благостных деяниях и в проявлении набожности пред Богом. Набожность – это трепет, это ты когда поступаешь правильно и хорошо. И вы хорошо сказали, справедливо. Но справедливо не сочерение преступлений, а сочерение благочестия. И дальше идет вонятие, ну никогда не помогайте друг другу, в Куране говорится, никогда не помогайте друг другу. В вражде и в грехе. Во вражде и в грехе никогда друг другу не помогайте. Вы это по телевидению в СМИ, наверняка в европейских не слышали. взять защитить сюда. Увидимся во время действия блоков出去.